Поединки проходят сразу на нескольких полях. Мальчишки азартно гоняют мячи. В состязаниях принимает участие 21 коллектив в двух возрастах 2004-2006 годов рождения и 2007-2009. Нынешний турнир юбилейный посвящен памяти одного из родоначальников Ангарской школы футбола Иосифа Коппа. И это не случайно. В развитии футбола Иосиф сделал огромный вклад, как руководитель, как начальник команды мастеров города Ангарска. В его бытность работы как раз был самый рассвет нашего футбола. Болельщиков были на бассейне Ангара, на крышу, потому что попасть на футбол было тяжело. Стадион был полон, и болельщики заходили, залазили на крышу бассейна. И вот эти трибуны так приветствовали каждый гол команды, что слышно было в микрорайонах, и все же сразу знали, что да, Ангара выигрывает. Побороться за звание лучшего приехали мальчишки не только из клубов по месту жительства Ангарска, в том числе и из цемпоселка Юго-Восточного, но и всего городского округа. Дворовый спорт у нас развивается на всей территории Ангарского городского округа, и здесь участвуют и принимают и внегородские, и Мегет, и Одинск, и Саватеевка, все с нами. Дворовый спорт в Ангарске постепенно возрождается, в основном, конечно, благодаря неравнодушным и активным горожанам. Но пробовать свои силы и добиваться успехов лучше всего в подобных турнирах. Большой футбол всегда начинался с кожаного мяча, с дворового футбола. Но, к сожалению, кожаный мяч сейчас, так скажем, утратил свое, как говорится. А все же вот эти таланты как раз они и находились. Когда играли в перенесо школ, когда были перенесо жеков. И вот этот турнир, это как раз нам, тренерам спортивной школы Ангара, найти каких-то новых талантов, новых ребят, которых привлечь в футбол. И, дай бог, из них дальше получатся большие мастера. Этот турнир на футбольных полях Ангары не последний. Организаторы надеются, если пандемия не внесет свои коррективы, то в конце сентября за звание лучшей будут бороться любительские команды, состоящие из более старших парней. Альберт Идомнин, Алексей Резник, Новости 360 Ангарск.